Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня в Richmond Hill Center of the Performing Arts проходит ироническая комедия Валентина в день. Валентина в день. Это спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева, который к нам в Торонто привез режиссер Павел Сафонов. В главных ролях известные и любимые всеми актеры театра и кино Евгений Стычкин, Агриппина Стеклова и Ольга Ломоносова. Сразу стоит отметить, что на спектакль все билеты были раскуплены заранее, поэтому попасть на него в последний момент не представлялось возможным. Те счастливчики, которые все-таки побеспокоились о досуге заранее, получили яркие эмоции и незабываемые впечатления. Я люблю тебя, Валя! И я тебя! Это я тебе сейчас говорю. Сегодня. Так что же такого уникального в данном спектакле? Во-первых, жанровое спектакль. Хоть на афишах и красовалась надпись «Ироническая комедия», но в реальности это было смешение стилей и жанров. Ты урод. И всегда была уродом. Ты сломала мою жизнь и жизнь моего любимого человека. Ты, ты мерзкая, нищая, спившаяся старуха. Я тебя видеть не могу, слышишь? Дрень! Что ты сказал, Дэн? Дрень ты! Для русского человека не столь важно, как охарактеризовать спектакль. Жанровость второстепенна. Главное же – душа постановки. Тот смысл или призыв, который несет спектакль через его режиссера и актеров. И да, призыв был услышан. Жаль, жаль, что тогда 40 лет назад мы с тобой не встретились и ничего не обсудили. Жаль, что тогда 40 лет назад ты меня не дождался. Жаль, что тогда 40 лет назад мы не умели ждать. А когда научились ждать, то ждать уже было нечего. Во-вторых, актерский состав. Это уже такое сложившееся трио, которое играет вместе не один спектакль. Интересно, что творческий и семейный союз режиссера Павла Сафонова и актрисы Ольги Ломоносовой добавляют изюминку спектаклю. Сам же Павел Сафонов обратился к зрителям еще до начала спектакля. Такое вступление показало, насколько режиссеру важно чувствовать зрителя и быть к нему ближе. Мне кажется, что судя по тому, как мы уже давно его играем, что зритель этот спектакль и трогает по-человечески, и смешит, потому что в нем много юмора. Это такая трагикомедия, где-то даже иногда трагифарс, потому что там есть, когда они в 60-летнем возрасте обсуждают, как они прожили жизнь. При этом есть какая-то очень глубокая человеческая основа, связанная с тем, что люди всю жизнь любили и как-то и теряли, и любили, и этот любовный треугольник как-то вот сквозь пространство вот так летел. И вот есть ли в этом смысл, есть ли в этом счастье. И нам кажется, что есть, поэтому он и светлый, и печальный, и смешной. И вот такой слоеный пирог, он, мне кажется, наиболее интересен всегда, в любом пространстве для любого зрителя, и мы очень любим этот спектакль. У тебя проблемы. Большие проблемы. Вот помоги мне сейчас не нажать на курок. Поможешь? Ты меня поняла? Я спрашиваю, ты меня хорошо поняла? Громче! Трио главных героев предстает перед зрителями сразу в трех возрастных ипостасях. Наивные 20-летние влюбленные. Они же 40-летние, чьи судьбы сложились совсем не так, как когда-то мечталось. И две 60-летние героини, до сих пор делящие любовь уже ушедшего мужчины их мечты. Перевоплощение героев из одного возраста в другой проходит за считанные минуты. И это настолько реалистично, что даже не возникает сомнений, что они проживают на сцене целую жизнь. Это пьеса Ивана Вырыпаева. Если помните пьесу «Рощина Валентина Валентина», по которой был снят прекрасный фильм давным-давно, тысячу лет тому назад. Так вот, Вырыпаев решил написать такую постмодернистскую пьесу, как некая фантазия. И чем могла бы эта история продолжаться, если бы мы проследили жизнь героев еще на 30-40 лет вперед. Вот. Это что, значит, что за пьеса. Что касается жанра, Вы знаете, ну так как Вы почти американцы, то Вы очень серьезно и внимательно относитесь к жанрам, как весь американский кинематограф, да и, собственно, театр. Для Вас жанр крайне важен. Для нас нет. У нас, ну то есть, есть, конечно, понятие жанров, но у нас жанры плавают. Что, наверное, для маркетинга иногда бывает сложнее, но для искусства, безусловно, на мой взгляд, правильнее. Это довольно грустная история. При этом язык, которым мы ее рассказываем, скорее комедийный, нежели какой-то просто повествовательный. Поэтому на круг получается, что драмеди, трагикомедия. В этом спектакле переплетаются любовь и ненависть, зависть и ревность, дружба и предательство, счастливые моменты и страдания. Психологически этот спектакль нельзя назвать легким для просмотра, но вся его суть в глубине эмоций и переживаний. Убивай, давай, убивай, от страха, чтобы не описывайся. Два. Вон, одного-то уже убила, да? Четыре, пять, шесть. Глянь, какая дрянь, да? Из моего ружья. Семь. Ну ты вообще что, сумасшедший, в тюрьму сядешь, и все. Восемь. Мне кажется, это трагифарс. Это и трагедия здесь есть, и даже не комедийная, прямо какая-то фарсовая, порой клонская природа. Я так определяю жанр, хотя, безусловно, конечно, здесь есть и драма. Катя! Катя, ты можешь меня убить, но я иду к тебе! Катя! Потрясенный спектакль, на самом деле, очень эмоциональный спектакль. И трудно сказать сейчас о тех чувствах, которые внутри переполняют, на самом деле. Мы обратили внимание и на хореографию в спектакле. Хотелось бы уточнить, у вас есть собственный хореограф, или вы также помогаете ставить хореографию? Нет, 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 я не ставлю никогда хореографию. Это Алишер Хасанов, он помогал Паше в этом спектакле. Он, ну, часто с ним работает вместе, я нет. Я все, что могу, сама делаю, но хореографию я не ставлю, нет. Потому что у вас потрясающая пластика, я думаю... Ну, это просто пластика и смешение, конечно, с Алишером, который он что-то придумал там, да. Хорошо, а расскажите, пожалуйста, тяжело ли вам работать с мужем в тандеме, потому что муж режиссер, вы актриса. И как бы понятно, что помимо семейной жизни личной есть еще профессия и работа. Не мешает ли вам это? Ну, мне не мешает. Мы просто уже вместе очень много лет, и это тяжело. Ну, конечно, тяжело, но где-то и прекрасно. Это такое, ну, это наш выбор, мы так выбрали. И, конечно, мне достается, наверное, больше всех. И я дольше всех слушаю замечания, потому что я их слушаю еще по дороге домой и так далее. Но при этом зато у меня есть возможность роста. И Паш Челк неравнодушный, очень неравнодушный. Он ходит на все свои спектакли, делает нам бесконечные замечания. В общем, как-то их держат спектакли в узде. Ну, вот поэтому, в общем, тут не расслабишься. В один прекрасный день они стали любить. Они не сами так захотели, нет. Просто так случилось, и все. Из-за любви людей стали убивать друг друга, за волосы паскать, яда, вино пробивать, детей уничтожать, города захватывать, политикой интересоваться, футбол смотреть, пьянство началось. Все, что началось, и началось только из-за любви. Любовь не терпит равнодушия. И если равнодушие, то это уже не любовь. Как сказал Евгений Стычкин, искусство призвано не только удовлетворять чувства прекрасного, но и учить чему-то и давать пищу для размышлений. Сегодняшний спектакль – это именно тот случай, когда каждый получил свою порцию пищи для размышлений.